я бы хотела чтобы вы поддержали этот проект и другие проекты этого канала для того чтобы распространялись благие знания поэтому прошу делиться ставить лайки комментировать подписываться ставить колокольчик чтобы не пропустить новое видео парка лагу фигу иншалла мы с вами продолжаем и первое предложение которое у нас книжки связано со словом да фабболь то фабболь используется как прошу на то есть например прошу садитесь прошу там пейте что-то да когда что-то подают или какой-то вежливый жест такой да просят например пройти или еще что-то да фабболь и джелис а ляль курси да фабболь это прошу на как бы вежливый жест и джелис садись от глагола джелис садиться и джелис это повелительное наклонение то есть обращение к мужскому роду садись оля на оля это у нас на то есть садись на имеется ввиду на что насадится и джелис оля на аль курси курси это стул то есть прошу садись на стул еще раз прочитаю то фабболь и джелис а ляль курси или а ляль курси если мы читаем полностью спрошу садись на стул второе предложение на мы еще разбираем этот же урок вторую часть второе у нас слова тиса или тиса это где-то приходит тоже в начале это 9 тиса это 9 тиса это 9 корот у тиса это дуру сен пора ту тиса это дуру сен глагол пора означает читать корот у нас добавляется конце ту когда мы хотим сказать я и в прошедшем времени я читал да или я прочитал тиса это 9 дуру сен у нас было это слово на прошлом уроке в новых словах дуру сен уроков да то есть я прочитал 9 уроков здесь есть специфические правила сочетания числительных пока их не берем это правило позже иншалла будем разбирать итак корот у тиса это дуру сен корот у тиса это дуру с я прочитал 9 уроков следующее слово турки юн турки юн это турок на туз или турецкий может быть зависимости от контекста здесь скорее всего переводится как турок галь анте турки юн галь анте турки юн галь это частица которая делает утвердительное предложение вопросительным анте переводится как ты турки юн турок да и встает вопрос уже обратите внимание на то как вопрос пишется в другую сторону ты турок да может на перевести так как развитый турок или турок ли ты ну в основе как правило это просто интонации и так далее можно сказать например аль ахмеду турки ахмы турок или мухаммедун турки мухаммед турок и так далее много разных имен можно переставить или например гула аль гула турки он турок да это слово здесь в форме мужского рода поэтому мы можем подставить что-то для кого-то мужского рода единственное число и последнее предложение здесь ката бет фалтыма тур риса лете ката бет фалтыма тур риса лете написала фалтыма письмо слово было у нас катабет катабет то есть написала сам глагол катабе писать катабе писать добавили т в конце это уже она написала то есть когда мы говорим она что-то сделал у нас добавляется в конце ката бет фалтыма тур риса лете ката бет фалтыма тур риса лете фалтыма написала письмо и здесь когда мы обратим внимание на окончание то как правило подлежащие подлежащие в таких глагольных предложениях да когда после глагола мы видим кто что-то сделал как здесь ката бет кто фалтыма тур у нас бама вот показатель файля то есть у подлежащего глагольном предложение и когда у нас действие падает на что-то здесь у нас что айвисе лете то есть в конце мы видим как правило фатфу мы не всегда но вот в единственном числе это вот так проявляется прошу делиться ставить лайки комментировать подписываться ставить колокольчик чтобы не пропустить новые видео баракаллаху фикву ассалам алейкум баракаллаху баракаллаху